Спартакиады среди воспитанников и воспитанниц детской юношеской спортивной школы Республики Беларусь, которая на прошлой неделе проходила в Заславле, собрала под свои знамена юных мастеров весла возрастной категории, 2008 года рождения и моложе, которые уже демонстрируют приличную греблю. И очень приятно, что ярко себя проявили воспитанники с дюшер Мозорского нефтепроводящего завода «Жемчужина Полесия», которые в командной борьбе сумели пробиться в семерку лучших дружин, при этом завоевав в индивидуальных видах несколько медалей, в том числе и высшие пробы. Хотелось бы отметить то, что все-таки «Жемчужина Полесия» доказала, что мы являемся одними из лидерами в дисциплине каноэ. Выиграли четверку, были вторые на дистанции 200 метров, были первые на дистанции 500 метров двойки. Также хочется отметить Максима Станкевича. Парень сражался, был третий в одиночке. В командных экипажах участвовали Васильцов Владислав, Богданик Руслан, Дубик Роман и Хамлюк Даниил. Также ребята Владислав Васильцов и Богданик Руслан выиграли двойку-пятьсотку, были вторые в двойке 200. В целом команда старалась, все ребята были сплоченные, очень сильно переживали за результат. Были даже дети, которые готовы были гоняться с температурой. То есть большое спасибо детям, все молодцы, ну и, конечно же, тренерскому составу. По мнению Виталия Николаевича, кстати, первого мастера спорта Республики Беларусь, из числа воспитанников отделения гребеного эрканой с дюшор «Жемчужина Полесия» слаженно ли работал? При подготовке к отрегате тренерский коллектив спортшколы Мозорского НПЗ. В любом случае тренера показали, что могут между собой сотрудничать. Допустим, тренер Суора пришел к нам на встречу, прислал парня Дубика Романа. То есть мы взаимодействуем, конечно же, с другими тренерами, ну и, конечно же, взаимодействуем между собой. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить первичную профсоюзную организацию АОНПЗ за поддержку и за то, что всегда готовы подставить свое плечо. Отметим, что вместе с Виталием Николаевичем на спартакеаде «Жемчужного Полесия» победным курсом вел Иерамиль Абрагимович Минодаров, назовем тренеров победителей спартакеады. А именно Дмитрия Сергеевича Рабенко, Жанна Анатолина Туровец, наставника Гомельского училища Олимпийского резерва и, кстати, «Жемчужного воспитанника» Дмитрия Валентиновича Пивовара, а также Михаила Леонидовича Куприна из Дюшор Федерации профсоюза в Беларуси, чья воспитанница Анна Лазарук одержала победу среди девочек на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке.